Наша следующая тема – логирование, или иначе говоря, отладочный вывод. Когда проект маленький, то вполне достаточно концу лог для того, чтобы что-то вывести. Однако проект имеет свойство расти. Например, тот же Server.js естественным образом разделяется на сервер и, собственно, обработчик запрос реквест. Со временем появляется работа с пользователем, база данных и так далее. Каждый файл может захотеть по ходу своего выполнения что-то вывести. И этот вывод для нас очень важен, поскольку показывает, что происходит. Особенно, если что-то происходит не так. В текущем коде везде используется консоль лог для вывода. Это означает, что перейдя по браузерному URL, я получу однообразную кашу из всех записей, которые делает скрипт. Что из этих записей сделано каким модулям, совершенно непонятно. Иногда, конечно, можно примерно сообразить, но вообще говоря, не очевидно. А по мере появления новых модулей будет все менее очевидно, логи будут расти, соответственно, найти то, что нас интересует, будет все сложнее. Кроме того, нужен какой-то способ включить вывод только в определенных файлах. В тех, которые нас в данный момент интересуют, в которых могут быть ошибки, которые мы сейчас разрабатываем. Для этого используются специализированные модули. Рекордсмен по простоте это модуль debug. Сейчас я его поставил и буду использовать. Для этого подключаю. При подключении нужно указать идентификатор, которым он будет метить весь вывод из данного файла. В данном случае пусть это будет сервер. Теперь вместо console.log я пишу debug. Аналогичную операцию я произвожу и с файлом request.js. Только на этот раз идентификатор будет не сервер, а сервер 2.request. Обратим внимание на 2. Это нам еще будет важно. Итак, запускаю. Сейчас я не из AppStorm, а вот через терминал node.server.js. И увидите, что ничего не выводит. Потому что, чтобы выводило, мне нужно указать, что выводить. Для передачи этой информации нужно установить переменное окружение с названием debug. Если у вас Windows, то вы ее можете при помощи сайта установить. И теперь идет вывод именно от сервера. Если я перейду в браузер куда-то, раз, обновить. Вывода никакого нет. Чтобы был вывод, мне нужно указать debug.server.request. Либо, чтобы выводилось сервер 2. что угодно, указываю звездочку. Теперь от сервера нет вывода, а от обработчика запроса он появился. Если же мне нужно указать вывод нескольких веток исполнения, то я могу перечислить их через запятую. Вот так. Опа. И то, и то есть. Модуль debug это, с одной стороны, простое и гибкое решение задачи логинга. С другой стороны, иногда он уж слишком прост. Например, здесь у нас с debug обозначено сообщение, важность которых совершенно различная. Скажем, вот эта информация может быть средней важности при отладке. Эта информация может быть неважной. Эта информация может быть очень важной, поскольку это ошибка. URL не найден. При помощи debug задать важность каким-то образом нельзя. Кроме того, debug все пишет в стандартный поток вывода, а мы можем захотеть писать файл или базу данных. Если такая потребность возникла, или планируете, что она возникнет, тогда имеет смысл взглянуть на более навороченный модуль для логирования, который называется Winston. Сейчас я его поставил и заменил require debug на Winston, который возвращает объект log. Для того, чтобы логировать, я должен вызвать соответствующий метод этого объекта. info означает, что сообщение средней важности, debug маленькой важности и error, что это ошибка. Все ошибки считаются очень важными. Кроме того, логер настроен так, что по умолчанию он выводит сообщения только уровня info и более важные. Сейчас мы это увидим. Запускаю. И в браузере перехожу на соответствующий URL. Еще раз перехожу. И посмотрите, пожалуйста, внимательно, что здесь происходит. Во-первых, как и говорилось ранее, debug вообще не выводится. Выводятся только сообщения уровня info и более важные, такие как error. Во-вторых, здесь другой формат сообщений, но его можно легко настроить. Ну и в-третьих, здесь как-то получилось, что сообщение error почему-то находится выше info. Хотя на самом деле вызов error был после. Это, к сожалению, особенность в AppStorm. При запуске в консоли все будет хорошо. В модуле debug можно было ограничить вывод только интересующими нас модулями, указав их в переменное окружение debug. А как делать то же самое в Winston? К сожалению, в самом Winston такой функциональности нет. Поэтому ее придется реализовать самим. Как? Да просто сделать обертку над Winston, которая будет находиться в отдельном модуле, и добавлять интересующую нас функциональность. Назовем этот модуль log. Log будет принимать текущий объект модуля, и возвращать по сути тот же Winston, но по-разному настроенный, в зависимости от того, какой именно модуль мы ему передаем. Для каких-то будем логировать так, для каких-то можем логировать по-другому. Конфигурацию здесь можно делать сколь угодно гибкой. И вот пример такого модуля. Он экспортирует функцию, которая принимает модуль, для которого нужно сделать логирование, и возвращает Winston настроенные, соответственно, его пути. В данном случае такая настройка заключается в том, что мы смотрим, на что оканчивается путь. И если это request.js, то возвращаем Winston настроенные одним способом. А если это что-то другое, то другим. Для настройки Winston здесь используется концепция транспортов. Транспорт это нечто, что умеет передавать информацию. В данном случае информацию из логов. Например, есть встроенный в Winston транспорт консоль, который можно настраивать вот так. Указать таймстамп, расцветить. Использовать его только для сообщений уровня инфо или выше. Второй транспорт здесь это файл, который записывают здесь, как указано, в debug.log, и будет включаться для сообщений уровня дебаг или выше, то есть фактически для всех. Таким образом, если путь оканчивается на request.js, то мы возвращаем Winston, который будет записывать в консоль инфо или выше, и в файл вообще все. Ну а для других путей мы будем возвращать Winston вообще без транспортов. Соответствующие вызовы лог с одной стороны не будут вызывать ошибку, а с другой стороны такая запись никуда не пойдет. Проверяю это в браузере. И мы видим, что действительно информация инфо попала в консоль, а также есть файл debug.log, в котором есть все-все сообщения. Итак, мы с вами рассмотрели отладку. Во-первых, при помощи модуля debug, который с одной стороны весьма прост, с другой стороны позволяет указать, какую ветку кода логировать, и вообще для большинства задачи отработки его вполне хватает. Но если требуется более серьезное логирование, в том числе в несколько мест одновременно, или в базу данных, или в файл, тогда имеет смысл обратить внимание на другой модуль, который называется Winston. Его можно гибко настраивать, в том числе при помощи обертки. Следующее средство отладки, которое мы сейчас изучим, называется NodeDebug. NodeDebug это переменное окружение, которое используется внутри самого Node.js. Есть ряд встроенных модулей, которые, если это переменная, стоит, могут показывать, что происходит внутри них. Таким образом, NodeDebug это средство для глубокой отладки. Его используют в всех случаях, когда наши возможности по отладке исчерпаны, и нам ничего не остается, кроме как заглянуть внутрь самой ноды и посмотреть, что же там делается внутри. Например, мы хотим посмотреть, что передается по сети. Для этого нужно запустить ноду, указав в NodeDebug через пробелы HTTP и NAT. В этом случае мы полностью поймем, что внутри сети здесь творится. Ну вот, смотрите, я еще только запустил, даже не успел никуда зайти, а уже начала поступать информация. Итак, модуль NET вывел, что мы теперь слушаем вот такой IP, то есть все интерфейсы и вот такой порт. А теперь перейду на 127.0.1. И, как видите, я получаю полный отчет о том, что происходит. Если захочу, я могу залезть внутрь этих самих модулей и там еще порыться. Это соединение закрылось. Итак, у нас есть три основных инструмента логирования, которых вполне хватит как для отладки небольшого проекта, так и для полноценного логгинга решения. Ну и, наконец, чтобы заглянуть внутрь Node.js.